Хе-хе-хе! Всем-всем привет от Кэт из городка Вискос! Сегодня я по многочисленным просьбам делаю обзор на вот такое вот уникальное средство под названием доска из гималайской соли. Я делала небольшое видео, показала, что я купила несколько вот таких вот маленьких для своих подружек. Нашла в местном магазине, они как-то быстро появились и быстро пропали. И после моего этого ролика я получила очень много вопросов, где можно это все купить. И вы представляете, потом мне моя приятельница подарила вот это вот дело на Крисмос. Но эта доска в три раза больше тех, что я купила. Посмотрите, какая здесь высота, ширина. Она очень большая, она очень тяжелая. Она выглядит как камень, но она еще покрыта просто такой, знаете, пленочкой покрытия. Ее нужно снять. И я думала, что эту доску можно просто использовать как разделочную доску. Когда вы сюда положите, например, помидорчик, огурчик и начинаете разрезать, то все овощи начинают впитывать эту соль в себя, но немного, совершенно чуть-чуть. И придается пикантный вкус, как вы используете обыкновенную соль на свой, например, овощной салат. Но вам не нужно будет ничего такого делать и вообще нужно уже выкинуть давным-давно нашу обыкновенную соль, потому что она не есть полезное дело. А здесь содержатся все натуральные минералы, вещества и йод. Поэтому это сейчас новое открытие последних лет и гималайская соль становится популярна абсолютно по всему миру. И что я хочу сказать, это не просто разделочная доска, а это как бы поднос, на котором можно готовить. Вы знаете, вот этот подарок для меня прилагался вот с такими инструкциями. Я, честно говоря, была приятно удивлена. Но вначале, чтобы не забыть, чтобы не забыть, я хочу вам показать, где это все дело продается. Вот, пожалуйста, вот компания называется The Space Lab. Находится, между прочим, на Флориде. Pompano Beach. Ча-ча-ча. И вот, пожалуйста, веб-сайт. И я так думаю, вы можете получить всю информацию. Вот здесь вот, пожалуйста, вот соль. Продается вот в такой вот упаковочке. Она здесь большими, такими крупными, знаете, кусочками. Но перед употреблением вы снимаете эту крышечку, и она вот так вот прокручивается. И как будто она сама мелет эту соль. Она становится мелкая, когда вам нужно употреблять ее в еду. Вот у меня такие есть. И потом я покупала вот в таких вот просто пакетах. Здесь крупная она, гималайская соль. А здесь она уже измельченная. Вот это тоже все там продается. Вот это вот мне что понравилось, знаете, Salt Shooters. Это вот это вот дело. Из этой соли гималайской делают Shot Glasses. И очень хорошо для текилы. Потому что текила, да, обычно она пьется с кусочком лайма. И немножечко насыпалась соль. А в этом случае, вот, пожалуйста, не надо употреблять никакую соль. Вы просто наливаете туда текилу, и она абсорбирует немножечко эту гималайскую соль в себя. И уже вкус получается а-ля натурель, такой, который нужен. Это вот тоже интересно. Это тоже вот прилагалось с этой компанией. The Spice Lab Gourmet Sea Salt. И там это тоже можно купить. Я еще, правда, не заходила, не смотрела, сколько это все удовольствие стоит. Но есть предположение, что вот эта вот, она потому что очень большая, не из дешевых. Потом, вот такие вот лампы. Вы знаете, что? Я совершенно забыла, что у меня две такие лампы есть. И они безумно-безумно полезные. Называются Himalayan Crystal Salt Lamp. Они при включении забирают всю влагу, ненужную в помещении. Как бы впитывают в себя и очищают тем самым воздух. И я слышала, что они также забирают всю отрицательную негативную энергию. Это у меня не я хрюкаю. Это у меня Наполеон. Где он там? Наполеон! Нет, не видно. Извиняюсь. Наполеон так хрюкает под столом, что это просто какой-то кошмар. У него не понос, так золотоха. Он что-то съел из человеческой еды. И у него пошла кожная аллергия. Он теперь весь чешется. Я ему даю, конечно, лекарства. Ему помогает на ночь. А днем опять начинается. И вот он от меня не отходит. Я хотела сделать это видео в тишине и в покое. Но он уже забрался под стол, знает, что я туда за ним не полезу. И сидит там просто хрюкает. Это какой-то кошмар. Так что вот и сейчас я вам покажу эти соляные лампы через минутку. А еще что хотела рассказать, что вот эта вот доска с гималайской солью, она не только просто как разделочная доска, она используется в виде подноса. Нужно готовящего подноса. Вот этот вот брусок положить в печку, в духовку. Прогреть до 400 градусов по Фаренгейту. Я не знаю, это сколько в Цельсиях. Пожалуйста, переводите, кому интересно. Вот здесь вот все в инструкции написано. Разогреть это дело. Вынуть. И потом, например, положить сверху аспарагус. Немножечко спрыснуть маслицем. Или положить вот, пожалуйста, шримки. И здесь оно уже все приготовится, представляете? То есть разогреть в духовке до определенной горячей температуры. Вынуть это все и положить сверху. Можно какие-то овощи, которые вы хотите быстренько приготовить. Можно креветки. Можно тоненькие кусочки рыбки. В принципе, все что угодно. И оно здесь приготовится за несколько минут. И тем самым оно впитает весь аромат и нужное количество соли. Вы представляете, да? Это вообще... Я еще этого не пробовала. Я еще ее даже не открыла. Вот здесь еще пленка. Вон. Надо это все снять. И просто потом, после использования, промыть холодненькой водичкой. Вытереть сухим бумажным полотенчиком. И все. И это дело у нас будет служить вам очень-очень долго. Потому что она очень такая, как камень. И она, как сказать, расходуется по минимуму. Поэтому вот такой вот камень вам будет служить очень-очень долго. Так что вот, пожалуйста, ребятки, девчатки, кому было интересно, еще раз. Вот, пожалуйста, адрес фиксируйте. Заходите онлайн, смотрите. А сейчас пойдемте я вам покажу вот эти вот мои гималайские соляные лампы. Так, и вот сейчас я вам хочу продемонстрировать свою гималайскую лампу. Она вот такая вот. Очень такая большая и увесистая. Камень очень красивый. Сейчас, к сожалению, день. Она у меня включена. Но когда это все ночью горит, это просто обалденно. Ну и здесь просто... Ой, она такая тяжелая. Вы знаете, вот здесь вот эта штучка вынимается деревянная. И там просто вставлена маленькая лампочка. И вот видите, да, что-то можно видеть прямо ее как вырезали. С гималайев, с гималайев. Вот такая вот. И вы знаете, конечно, если ее попробовать на вкус, что я делала. Она солененькая, солененькая. Вот такая вот красавица у меня. Вот здесь вот она стоит. Вот. На моем ночном столике. На ночном столике она стоит. И у меня точно такая же еще в комнате сына. Он ее использует как ночник. На ночь включает. Вот, пожалуйста. Поэтому всем рекомендую приобрести. Они есть... Вот эта вот стоит. Она дороговастая. Она, по-моему, где-то 250 долларов. Вот такая вот одна штука сейчас стоит. Есть поменьше. Я видела. Вот такие вот размеры. Знаете, тоже наподобие лампочек. Вот таких вот. Но они поменьше. Поэтому рекомендую всем приобрести, чтобы очистить негативную реакцию. И различные плохие эмоции из вашего дома. И обязательно приобретите гималайскую соль для употребления в пищу. Это очень полезно. И она еще забыла сказать, является натуральным антисептиком. Поэтому она обеззараживает все овощи и фрукты, которые вы положите на нее. И поддержите какое-то небольшое количество времени. Так что, ну вот такое вот сегодня было у меня обзорное видео. Спасибо, что вы были со мною. Если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я всегда рада общению. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал. Добавил субтитры сделал DimaTorzok